Всем привет, с вами Зевзаб ТВ, и сегодня у нас в гостях капитан команды Зевзаб, Леонид Филиппов. Привет. Скажи немного о себе, о том, что случилось в Доте и вообще. Ну, вообще, как я... Ну, я живу в Москве, мне 15, учусь в девятом классе, в обычной школе. Вот, я планирую продолжить свою карьеру как и киберспортсмен, то есть я хочу продвигаться выше, чем сейчас нахожусь. И в дальнейшем, наверное, найду что-то классное в этом и как-то свою карьеру продолжу, будет очень все классно. И выиграю, конечно же, интернатного. Ну, хочу вот дейти, что интернатного хотят выиграть многие. Ну, выигрятые вот такие. А откуда у вас такая уверенность, вот именно вы вот выиграете? Потому что у нас есть Сережа на Ашкере. Это хорошо, что у вас есть уверенность в тиммейтах. Скажите, пожалуйста, вы до Доты еще в какие-то игры играли? Да, моя первая, как сказать, онлайн игра, в которой я активно играл, была в КС-1-6 на то время. И я познакомился с ней в лагере в 2007 году. Когда мне сказали, ребят, я приезжаю в КС, у меня как лох такой сказал, я тоже умею играть в КС. В итоге туда пришли, сели, начали играть, а я даже замка оружия скидывать можно. Вот, и так пошел-поехал, я нашел в себе Доту. Не в себе, а нашел я Доту. Мне показал ее мой дядя. Вообще было очень все классно. Вот так вот. Хорошо. У вас были какие-нибудь другие команды до Зевзапа? Да, у меня было две команды. Первая называлась GGS. Похоже очень название на нашего турнира, где мы будем играть в первом моем составе, в новом. В первый турнир. Только у них GGC написано в конце, а у нас было GGS, то есть S была именно. Вот, и как-то эта команда не особо долго просуществовала, хотя она формально есть, но так у меня Доту и я с ней не сыграл. А вторая моя команда, она, по-моему, называлась как-то Vector Power, что-то такое там, такое было. Вот, и она просуществовала, я за ней играл где-то месяца три, может быть, даже больше четыре. Там были ребята такие потные ребята, прям были. Мы играли много турниров разных, то есть даже выигрывали. Самый большой призовый фрон, по-моему, был пятьдесят тысяч. Вот, этот призовый фрон, то есть мы за первое место выиграли 15. Но, как бы, не особо я был каким-то профессиональным игроком в то время, и мой скилл за то время, как я нахожусь в этой команде, выросл, наверное, вдвое. То есть я стал гораздо лучше играть со своей новой командой. И потом я вступил в эту, создал ее. Хорошо, что вы ждете от этой команды? Что бы они стали лучшими ваших старых шоу-кернах? Я не могу сказать то, что я, в прошлом команде, первое, я не был капитаном никогда. Я взял на себя такую роль, потому что опыт у меня в игре больше, чем у остальных моих тиммейтов, и поэтому я решил взять роль капитана. Насчет скилла игры, конечно же, ничего не могу сказать, потому что, например, наш один саппортов играет не так давно. Вот, ему говорит точно цифра, а то вдруг там увидят наши враги, там скажут, что изи катка сейчас будет, и забрали нашего саппорта. Он очень не уверен пока себе, потому что это вообще первый турнир за все время. Вот, наш керри, он достаточно хорош, то есть он не волнуется. Он на игру, как бы, плюет, ему говорят там, ребят, давайте мне там, я иду пофармлю, вы пока выиграете для меня игру, и потом я выйду и уже зарешаю один вперед. То есть ему вообще, как бы, мы даем ему спейс, и очень классно происходит все. Потом наш оффлейнер, это парень еще тот, который часто пригорает от того, что просто его убивает, у него принимается пинг. Но с ним наш клепчий язык, то есть он очень сильный игрок, как по мне, хоть и играет он 2-3 года, как он говорил в своем интервью, но для 2-3 лет это очень хороший результат. И наш последний саппорт, он тоже играет достаточно хорошо, и что мне нравится в нем, так это то, что он спокойный. Как и наш Кэрри. То есть он на игру может, конечно, прибегать от чего-то, но как в плане микроэлементов, у него гораздо лучше развито, чем у нашего второго саппорта. То есть он может вполне хорошо там защитить ситуацию, ворваться во что-то. И как бы, ну, игроки все равно, могу сказать, что они по скилов все-таки ниже, чем моя предыдущая команда. Но тиблей у нас гораздо выше, то есть понимание есть, потому что трое из нас вообще одноклассниками являются. И то есть мы с знакомы давно, то есть знаем то, что сделает, и вот так вот. Все равно разногласия, конечно, были некоторые, но они быстро очень фиксятся, и было все хорошо у нас. Хорошо. Вы сами готовы психологически к турниру? Психологически, наверное, да, потому что, хотя я не могу подождать точно, потому что это наш первый турнир, точнее мой первый турнир, наверное, месяца за два, даже нет, месяца не два, три месяца, мой первый турнир. И я, наверное, уже отвык немного от такой игры личной в лобби, сидишь постоянно, постоянно какое-то напряжение, наверное, я от этого отвык. Но так как каникулы начинаются, наверное, психологически готов больше всего, потому что никуда не надо собираться, все отлично, ты сидишь себе, играешь. А насчет физически, я, кстати, не знаю, потому что мне кажется, то, что за все время, сколько я не играл со своей командой, и потому что меня из нее кикнули из-за того, что я потерял свой аккаунт, как потерял, мне дали мут на 39 тысяч часов, и, соответственно, нет смысла играть в команде, в которой ты не можешь просто кликать на карту, и меня оттуда кикнула сама организация. Вот. Причем, это очень было глупо, с их стороны, я могла создать себе нового аккаунта, собрать, ну, забыть, зайти в эту же команду. То, что из-за выхода реборда это сделать гораздо легче стало. Вот. Но физически я, наверное, готов все-таки к этому турниру, но так, скиллы потерял немножко в плане игр и прочих других команд, поэтому я пока не знаю, посмотрим. Хорошо. Что, и последний вопрос, что именно вы боитесь, что вы победите на турнире? Ух, больше я волнуюсь, значит, того, что кто-то из нас, прям уже накануне турнира, скажет, типа, ой, ребят, я там не могу, мне надо идти. Я, наверное, заранее, вот, вот, утром, турнир, по-моему, не утром начинается, по-моему, где-то в 2 часа дня, что-то около того. Но я соберу всех ребят, как бы, и объясню, точнее, прошу, конечно, сделать это в пятницу, еще по-моему, при игре, что вы играете на турнир. И скажу им не 10 тысяч рублей, призовой фонд именно, а там, не знаю, 50 тысяч рублей, я скажу. Вот, чтобы там, как бы, ну, хайп, очень высокий хайп, наоборот, все родители. Но все равно турнир, он не длится, там, 24 часа, вот, на 7. А сегодняшний, там, мне кажется, от силы придется часов 12 будет идти, может, чуть побольше. Но нам хотя бы даже не выпасть из первых двух карт, потому что там есть фулл-луз сетка. И я буду считать, вот, то, что мы вылетим с первых двух карт, просто, а не потому, Дож, мы приезжали по стрелу, потому что просто на психологическом факторе. Может, кто-то там нервы сдадут. И вот, вот, сама роль капитана, чем трудность, это успокаивать игроков, там, говорить ему то, что там все нормально сейчас, все умирают в доте, вот. Ты не можешь, чтобы ты играешь в турнире таком, а, там, счет 20-0, ну, вряд ли такой-то зайдет. Поэтому там чисто психологический фактор, потому что я как чувствую, парень, который тут играет на спорте, не так давно вообще играет в доту, он пускел превосходит моего знакомого, который играет в доту уже четвертый или третий год. То есть, вот такие вот результаты. А так, команды сильно достаточно, просто немножко там недопонимания бывают и несыгранность. Вот так. Хорошо, спасибо. Мы желаем вашей команде удачи, продать свой скилл на этом турнире. И с вами был Зивзап ТВ и капитан команды Зивзап. До скорых встреч.